и обрадованы и обрадованы одновременно замечательно но думаю все подключились ну а если кто-то слегка запоздает это не так страшно нам будем заставлять ждать тех кто уже подошел и поэтому с вашего позволения я открою семинар номер один 2021 года на котором выступает выпускник кафедры математики физфака мгу на не сотрудник меня малышев салерий юрьевич судя по всему да совершенно точно тогда просим вас добрый день уважаемые участники семинара я буду рассказывать задачу дифракции на диэлектрическом шаре с неоднородным заполнением задача рассеяния на шарах и прочих компактных объектах давно находятся в центре внимания ученых прошу возвращения к салерий вы будете все возможные варианты либо электромагнитно электромагнитно конечно значит у нас конкретная плоская электромагнитная волна она рассеивается монохроматическая она рассеивается на шаре непроводящим мы будем считать этой задачей в случае когда шар заполнен однородно впервые занялся и правда он рассматривал про частично проводящий шар с тех пор выкладки не получили всемирное признание однако даже спустя 40 лет после их появления за мечты их несколько упростил а тем не менее задача с неоднородным заполнением оказывается также может быть решена если некоторым образом обобщить подходный и спустя примерно 100 лет спустя появление спустя момент появления работ не подобного рода решения было найдено для заполнения ленинбурга ученым по фамилии лог в 2008 году а можно и что такое заполнение ленинбурга это некоторая среда показатель преломления который распределен внутри шара так что падающая плоская волна фокусируется в точке на поверхности шара с точки зрения геометрической оптики значит мы будем изучать эту задачу аналитически ленинбурга классический давний объект для исследований тем не менее она изучается по сей день и неизвестно не менее пяти диссертаций посвященных именно этому объекту защищенных в последние годы соответственно очень трудно сделать по ее поводу что-то новое а тем не менее как мы увидим проблемы здесь есть и довольно серьезно несмотря на то что ленинбург эту задачу решил аналитически значит здесь указывается еще фамилия афанасьева а это это ссылка на современную работу где ленинбурга моделируется как шар с кусочным постоянным заполнением и рассматривается числе на аналитический подход когда кусочный постоянно заполненный шар решается аналитически пытаются найти поле отвечающие заполнение ленинбурга а так или иначе в этой области имеется потребность дальнейших теоретических исследований мы начнем с самой общей постановки задачи дифракции здесь приведены уравнение условия сопряжения а здесь не хватает условий излучения но их вид будет конкретизирован дальнейшем с эта поверхность разрыва значит к это волновое число дифракционный параметр значит в этой задачи характерный параметр будет произведение волнового числа на радиус шара едем дальше мы будем работать в теории функций бординса значит эта теория шарши широко описано в известных книгах для случая когда среда однородно и заполнение постоянно тем не менее удается и развить даже для случая когда заполнение не постоянно но удовлетворяет некоторым условия симметрии то есть зависит лишь от 3 координаты который является в этом формализме люди при этом заполнение может быть не только непостоянным но и кусочно непрерывную то есть иметь разрывы все это известно однако для непостоянного заполнения по видим явном виде нигде написаны мы будем выражать электромагнитное поле виде суперпозиции т.е. и. т.м. полей у которых третьи компоненты соответственно электрические магнитные равны нулю данный компонент удается выразить через две скалярные функции называемым потенциалом бординс простите у меня вопрос разглажение во всех на всех этапах плоское до падения в момент прохождения на покуда проходит и после да значит вот здесь каждый раз мы раскладываем в сумму и рассматриваем каждую из них в отдельности и не происходит для поляризации не происходит за счет семьи парилом вы заплатили занимаемся а значит эта задача оказалась слишком хорошей такого явления не происходит то скалярные функции здесь выписано уравнение которым они будут подчиняться значит обратите внимание здесь пока еще сферической геометрии никак не конкретизировать а вере простите h1 h2 h3 это коэффициенты да это коэффициент ламы извините я несколько сумбурно рассказываю виноват совершенно верно мы работаем некоторые области пространства в которые введены координаты три координаты и имеется метрический тензор метрические коэффициенты они известны вычислены и подчиняются таким вот условиям эти условия кажутся весьма обременительными однако под них подходит цилиндрической геометрии сферической геометрии параболической геометрии и эллиптической геометрии есть еще парочка систем координат которые сюда укладываются я их запамятую то же время даже когда система координат в это условие не укладывается перечисленные здесь подобный формализм все равно можно развить только это будет не боргнесов формализм а другое не будет носить потенциалы абрага абрахама они называются и будет касаться не произвольных полей а только аксиально симметричных но это нас не касается я просто хотел обратить внимание что пока еще наше рассмотрение достаточно общим так и зафиксировать по значению значит для потенциалов боргнеса из уравнений макси выводится следствие следующего вида значит или это эллиптический оператор и видно что у нас помимо него возникают еще переменные коэффициенты содержащие в себе заполнение помимо параметров планы уравнений выполняются вдали от разрывов на разрывах выполняются условия сопряжения значит у и в данном случае это сумма падающего рассеянного поля поэтому условия однородные а если бы у нас мы разделили рассеянные падающие поля у нас уравнение остались бы однородными а условия сопряжения получили источники дальше здесь приведены формулы позволяющие по функции у найти электромагнитное поле теги поле значит здесь я 3 равно нулю и указано как найти проекции магнитного поля две другие проекции электрического вычисление полей требует для себя дифференцирования функции боргнеса это нам пригодится далее это наблюдение значит для т.м. моды формулы аналогичные но несколько изменяются вместо нул появляется эпицелон возможно где-то знак меняется прошу прощения может быть я не прав но тогенциальность по отношению к чему значит здесь имеется ввиду тогенциальность по отношению к поверхности разрыва у нас все разрывы если угодно ортогональны координате е3 3 координате в пространстве то есть у нас была зафиксирована геометрия определенная система координат из трех направлений и одно из них у нас является выделено и поверхности уровня 3 координаты только лишь они и служат поверхностями разрыва в нашем дальнейшем рассмотрим и на этом слайде указано что можно проверить находясь указанных выше условиях на геометрии заполнения непрерывность тангенциальных составляющих электромагнитного поля на разрывах заполнения и ответить на вопрос до ответили спасибо так значит с тангенциальностью рассказал значит функции горниса не единственные для каждого электромагнитного поля то есть мы будем получать те же самые поля если добавим к функциям горниса некоторые слагаемые являющиеся ядрами соответствующих дифференциальных операторов они высекаются обыкновенными дифференциальными уравнениями приведенными здесь значит ну тут разница для т м и т е лишь в ролях эпсилон и ню положение тем не менее с точностью до решения указанных детей с обыкновенных специальных уравнений определены потенциалы горниса для электромагнитного плода то есть едем дальше возникает проблема есть плоская волна которая будет дефрагировать на нашем шаре ее нужно разложить на т е и т м составляющей ну это сделано многочисленными авторами у нас здесь приведены окончательные результаты здесь плоская волна изначально задана свободном пространстве в декартовых координатах а однако же нас интересует сферическая геометрия поэтому прошу прощения и же играют уже не ту роль которую нет 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 просто обозначение то есть f и же это и в только для плоской волны да вот эти фыжи на этом слайде это совершенно не те фыжи которые здесь абсолютно просто букв мало я ответил на вопрос да спасибо да то есть теории горниса есть два момента исходя из потенциалов найти поля или это первый момент второй момент обратная задача по полю восстановить потенциалы которые его дают вот здесь вот решили решено приведено решение обратной задачи давно поле найдите потенциалы он два потенциала и здесь выписаны здесь фигурирует некий ряд по присоединенным функциям лежандра значит и порядок присоединения равен единице будем помнить что есть такой ряд пойдем дальше значит конкретизируем еще больше наше рассмотрение вспомним что мы шаровой геометрии тогда дифференциальное уравнение принят конкретный вид указаны здесь опять же они выполняются вне разрывов мы будем решать задачи краевые для этих двух уравнений условия сопряжения и условиями излучения для рассеянного пола значит мы будем применять неполный метод галеркина и разлагать наши качестве галеркинского байса будем использовать присоединенные функции лежандра номера один порядок присоединения 1 значит единичка берется из-за того что декомпозиция плоской волны содержит в себе аксиальные функции синус фи косинус фи однократного фи это однократная фи приводит к единице здесь потому что вторая производная от синуса фи это минус синус фи тоже самое минус будет возникать спектральной задачи так что здесь интересного присоединенные функции лежандра отличаются от полиномов лежандра тем что полиномы лежандра равномерно ограничены единицей присоединенные функции лежандра ситуация похуже присоединенные функции лежандра растут в равномерной норме этот результат был найден и опубликован сравнительно недавно в 2009 году опубликован в есть некий 100 году получен из потребности физиков для того потому что физикам надо было оценивать сходимость средов для геопотенциалов поэтому возникли потребности в изучении поведения равномерной нормы присоединенных функций лежандра в данном случае равномерная норма присоединенных функций лежандра растет как n запомним и пойдем дальше будем реализовывать неполные разговорки на применительно к выписанным выше специальным уравнением отделим все переменную и выпишем проекционные соотношения позволяющие получить теперь обыкновенные дифференциальные уравнения на амплитуды гармоник потенциалов горбинс значит лям дамил той лям депсилон от у и в соответственно это я так записал дифференциальные операторы которые стоят в левых частях вот этих вот уравнений и приравнивается все к 0 я выше ссылался на работу лобка касающиеся линзы ленибурга заполнение ленибурга я совершенно не уверен что лоб проводил свои построения исходя из проекционных соображений скорее всего он как и большинство физиков писал формальные ряды подставлял их дифференциальные уравнения мы этого не делаем чтобы обсуждать проблему сходимости рядов и возможности дифференцирования как можно позже значит обыкновенные дифференциальные уравнения для коэффициентов разложения функций горбинс и значит приводится на этом слайде на следующем уравнение абсолютно идентичны условия сопряжения здесь у меня я прошу прощения опечатка в правой части второго условия сопряжения должно стоять единицы нами от производные по r потенциала горни со плоской волны я к сожалению печатался это что касается условий сопряжения условия значит обратим внимание что это уравнение выполняется во всем пространстве помимо кроме разрывов разрыв расположен там где радиус нашей линзы шировой значит здесь поставлены еще условия излучения точка мэнная от r это логарифмическая производная сферических функций анкеля буква r это произвольные радиальный произвольный радиус просто превосходящий радиус того объема где есть заполнение можно показать что результат применения этих условий зависит от того какой r мы возьмем это большое и эти условия нужны значит можно было бы написать условия замерфельда и спокойно с ними работать но мы имеем дальние планы по постановке этой задачи и исследованию разрешимости поэтому парциальные условия излучения нам употребиться гораздо важнее поскольку это напрямую условия на коэффициенты фурии далее посмотрели на все на уравнение перед еще более конкретизируем установку задачи зафиксируем заполнение учет линза ленинбурга задается кусочным непрерывным точнее непрерывным заполнением разрыва и об силам нету есть разрыв производных естественно всех потому что линейные квадратичные функции не сшиваются совсем позже магнитная проницаемость постоянно во всем пространстве электрическая проницаемость равна единице вне шара и меняется квадратично внутри шара здесь у меня я прошу прощения опечатка я имел ввиду что r меняется от 0 до а в первой строчке во второй строчке что r превосходит а где а это радиус этой сферы значит рисунок я заимствовал статьи джеймса лобка 2008 года значит согласно представлением геометрической оптики о этом заполнении плоская волна должна фокусироваться в точке на поверхности сферы что здесь и схематическим показом наша задача дальней перспективе добраться до вычисления поля в окрестности этого самого фокуса поскольку исходимость лучей в одной точке это все-таки асимптотическое представление геометрической оптики определенное продвижение мы же исходим из сравнения максвилла пытаемся понять как соотносится диаметрическая оптика и максвилловская оптика напрямую формальное решение для функций ворбинса значит с фиди цехи это тригонометрические функции с ними все хорошо присоединенные функции ли жандры на месте радиальной части здесь возникают интересные вещи вне заполнения нас имеются функции ханкеля первого рода умножены на перенезер а по поводу них тоже никаких новостей у нас не будет пока внутри возникают новые специальные функции по отношению к учебным предметам значит внутри сферы потенциал у описывается функции гуитекера м потенциал в описывается функции конфлиентной функции гольня но вы по сравнению с работой лобка здесь конфлиентной функции гольня господин блок своей статье о них не упоминает казалось бы решение до лобка были одни коэффициенты м и что-то еще вы обнаружили м и хэйн а а откуда они у вас появились каким образом вы их выводили а значит это коэффициенты разложения функции ворниса они зависят от r и подчиняются обыкновенным дифференциальным уравнением указанным выше значит внутри и вне шара это уравнение который можно решать можно своими руками можно с использованием компьютерной алгебры так или иначе из вот этих вот дифференциальных уравнений берутся указаны здесь из функции значит это уравнение второго порядка поэтому оставлено по одной спецфункции м функция и тейкера и одна из функций гольня поскольку второе решение будет не ограничено в центре простите таким образом вы их получили из недр компьютерной алгебры она достать краю отвечаю значит у нас 2 2 потенциала у и в для первого потенциала за счет того что мил равно константе уравнение весьма простое и его можно решать вообще не применяя компьютер а просто проводя замены переменных и доводя все до своего собственного ручного ответа просто подставить сюда и псалнатор и произвести замены неизвестных по формализму изложенному например книги никифорова здесь компьютер вообще не нужно что касается второго уравнения здесь она устроена сложнее и вот это я псил на тер полином второй степени находится в знаменателе соответственно она приводится к уравнению риммана и опять же можно своими руками его решать однако в данном случае просто был применен компьютер на пол за загоняешь уравнение просишь найти общее решение но тут же его находит только то спасибо такой подход может показаться более эффективным чем ручная аналитика однако это не так стоит чуть-чуть пошевелить эпселем как на тут перестает справляться если останется время я об этом тоже расскажу так значит ответ на вопрос откуда взялись спецфункции я дал правильно да да спасибо значит здесь остаются множители арены и бэнная и а большое б большое н чтобы их найти нужно подставить все в условии сопряжения и решить две системы линейных алгебраических уравнений с матрицами 2 на по формулам крайнера а n и бн будет выражаться как частные определители евронского спецфункций в знаменателях будет стоять определить евронского и теккера и ханкеля и бойные ханкеля соответственно а в числителях точнее не ханкель а веселя потому что у меня нет 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 все правильно ханкеля управе значит не будем про них подробно говорить чтобы найти а n и бн нужно решить славу с матрицами 2 на 2 для нахождения решения нужно посчитать несколько определителей евронского очерченных здесь спецфункций каждый из этих 50 евронского но был плохо справляется с подсчетами и приходится ответы на несколько строчек упрощать в несколько раз своими руками а тем не менее даже упрощенные своими руками ответы были бы слишком громоздки для приведения в этой презентации мы будем идти дальше значит у нас встретились функции у теккера давайте разбираться как они устроены на и сведениям и теккер предложил использовать эти функции для упрощения формул прикладной математики своего времени например функция весель это функции у и теккера мнимого аргумента функция макдональда это тоже функции у и теккера на действительного аргумента они завоевали широкую популярность за счет того что многие спецфункции к ним сводятся однако на этом их значение не исчерпывается ровно это уравнение у и теккера встречается в атомной физике в задачах связанных с электроном в клоновом поле ядра когда рассматривается непрерывный спектр поле новом и лагера обойтись нельзя приходится знать что есть функции выпекли получается ровно это уравнение значит функция у и теккера по определению это консуентной гипер геометрической функции точнее другие названия вырождены гипер геометрической функции и функция партгаммера и функция умер это все один и тот же объект f11 умноженное на некоторые элементарную функцию степенной экспоненциальной вот этот тройной проходил является функцией теккера с литерой м м функции теккера ограничена в центре и необычным образом ведет себя на бесконечности линейно независимое решение содержит в себе вырожденную гипер геометрическую функцию уже и она будет ограничена в бесконечности не ограничена в центре нас же волнует ограничены в центре функции расшифровываем вырожденную гипер геометрическую функцию вырождены гипер геометрический ряд все знают а специфика нашей задачи состоит в том что параметры функции вы и теккера зависит как от дифракционного параметра к целого числа так и номер гармоники аргумент функции у и теккера это квадрат радиусы умножены на дифракционный параметр значит здесь мы замечаем что встречающиеся здесь вырождены гипер геометрической функции может быть задано указанным рядом потому что ее второй параметр не является целым отрицательным числом то есть ни один из членов ряда не обратится в бесконечность никогда если мы решаем физическую задачу и n целое число номер гармоники функциями как будто бы разобрались и как бы все про них знаем эти функции нужны для того чтобы нарисовать хотя бы одно слагаемое ряда для решения задачи красения на линзе ли не будем значит нам надо понять в первую очередь можем ли мы представить эти функции с помощью компьютера для этого первая идея которая возникает подобрать параметры задачи таким образом чтобы амплитудный множитель функции бордниса оказался полиномиален поскольку ряд для гипергеометрической функции может обрываться когда первый параметр когда первый параметр а целое отрицательное число будем смотреть при таких условиях это возникает значит первый параметр выражается через номер гармоники can и диффрекционный параметр à таким образом как здесь указано n минус k пополам плюс 3 четверти это должно быть целое отрицательное число значит целое отрицательное число мы Мы можем его задавать своими руками и подбирать либо номер гармоники, либо дефекционный параметр, что нам задумывается. Значит, видно, что чем больше дефекционный параметр, тем больше возможностей получить элементарные функции в решении. Вот если мы возьмем k равное 38,5, это 77 пополам, у нас получится 19 гармоник, выражающихся через элементарные функции. Это не должно нас обманывать, поскольку коэффициенты ряда это функции уитекера, умноженные на некоторые числа. Эти числа выражаются через определители Вронского, а определители Вронского и своего расчета требуют функции уитекера с соседними номерами. Поэтому элементарность итогового выражения будет условной. Но чтобы оценивать применимость учительных машин для визуализации нашего решения, на начальном этапе тестирования подобного рода постановки весьма нужны для зоны. Вот мы посмотрим, к чему это будет приводить. Значит, мы выберем 25 гармонику, а в современных работах по кусочно-постоянному заполнению или по постоянному заполнению суммируют до 100 гармоник, поэтому 25 это не слишком большое число. Если мы выберем 38,5 в качестве дефекционного параметра, это тоже не слишком большое число по меркам этой задачи, тогда функция уитекера имеет тот вид, который написан здесь. Можно очень аккуратно и кропотливо это проверить с точностью до возможных опечаток. Что ж, нашли элементарную функцию уитекера, смотрим, что получается. Значит, возьмем маткат и сравним построение встроенной функции этого объекта, гипергеометрической функции конфлиентной, с забитыми руками формулами. Видно удовлетворительное согласование результатов. Это первый момент. Второй момент. Виден порядок величины. То есть компьютеру при работе с решением задачи о линзе Ленинбурга придется взаимодействовать с числами как минимум порядка десятой степени. Но нам кажется, что согласование удовлетворительное компьютер вполне с этим справляется. Давайте дальше разбираться. Будем потихоньку отвинчивать от формул для функции уитекера их составляющие, сам множитель. И смотреть, как это влияет на порядок величины. Значит, видно, что стоит только убрать первый же степенной множитель. Это К в степени Н пополам плюс 3 четверти. К дифрикционный параметр, Н номер гармоники. Мы отъедаем 21 порядок от выражения. Отъедаем 21 порядок от нашего выражения. И то, что остается, практически не видно глазом. Имеет характерный масштаб 10 минус 11 степень. Соответственно, минус 11 степень в качестве одного из масштабов тоже присутствует в этой задаче. Не очень приятные обстоятельства. Если мы еще уберем степенную функцию, то станет еще меньше. Ну, здесь минус 11 степень будет внутри нашего заполнения. Ну, ладно. Значит, это предвестник наших вычислительных трудностей при попытке визуализировать решение задачи овензима нибудь. Дальше. В типичном случае функции уитекера неэлементарных. Значит, вот, например, при К равно 40, Н равно 25. Функции элементарные полиномиальное выражение мы уже использовать не можем. Мы тогда просто попытаемся нарисовать график амплитудного умножителя нашей задачи, посмотреть на него. Мы видим 10 в девятой степени порядки величины. Мы видим, что компьютер удовлетворительно передает эту функцию на ограниченном интервале. После примерно полутора счет срывается. И то, что происходит дальше, не очень понятно. Тем самым, налицо определенная проблема с алгоритмическим вычислением гипергеометрических функций. Поскольку конкретно в данном примере именно гипергеометрическая функция вызывает трудности. Первые три функции трудностей не вызывают. Значит, тем самым возникает вопрос, когда мы вдруг захотим суммировать наш ряд и, тем более, дифференцировать и вычислять поле, насколько удовлетворительны результаты мы получаем. Ясно, что ответ на этот вопрос не очевиден. Едем дальше. Ну, мы возьмем другой пример, когда k равно 80, n равно 25, a равно 1. Попытаемся нарисовать еще раз амплитудные множители. Видно, что порядок величины 10 в пятой степени, это не десятая степень, не 21. Что-то более приземлемое. Однако удовлетворительное представление графики мы не видим. С чем это связано? Ну, из общетеоретических соображений сказать затруднительно. Важно то, что это имеет место, и это влияет, в частности, там, где радиус равен единице, то есть примерно там, где фокус. Тем самым, несмотря на то, что задача кажется решенной, что-либо сделать с ней, довести, по заветам Тихонова и Самарского, результат до числа затруднительно. Либо придется менять метод решения, либо углублять наше познание о гипергеометрических и других функциях. Значит, здесь встречается второй класс из функций. Это функции Гойна. По функциям Гойна, известно, сведений гораздо меньше, чем по гипергеометрическим функциям. Они являются предметом исследования современных математиков. И знания о этих функциях накапливаются последние 30 лет. Но еще пока найти такие сведения, которые нам бы помогли, лично я не сумел. Очень сложный объект. Как видите, он принимает на вход 5 параметров. К церкви, прошу прощения. Александр Гусев хочет задать вопрос, насколько я понимаю. Вопрос такой, как вот качество представления вот этой функции зависит от разрядности. В ней можно любую разрядную задавать. А имеется ввиду функции Гойна? Нет, вот эти сейчас. Вот это? У это, да. Вот это. Как от разрядности зависит? Этот вопрос я пока не исследовал. Есть оператор Digit. Что там? Оператор Digit, может, как самой функцией, ну что-то. Digit. Диджит. Ладно. Спасибо, Александр. Я думаю, Михаил Дмитриевич свяжется и воспользуется этой рекомендацией. Спасибо. Я запомнил то, что вы сказали. И попробую применить. Использовать в своей жизни. Хорошо, пойдем дальше. Пойдем дальше. Значит, мы зафиксировали, что рядовой человек затрудняется использовать формальные решения этой задачи. Ну, по рядовым человеку я имею в виду себя. Потому что очень трудно здесь справляться с спецфункциями. Пойдем дальше. Нужно понять. Нужно сделать какие-то шаги в направлении понимания такого вопроса. Как вообще с исходимостью наблюдающихся здесь рядов? Можно ли они судить из общетеоретических соображений? Какие конкретные сведения о спецфункциях применять или не применять вообще для исследований этого вопроса? Значит, здесь я выписал недавно полученные результаты по поводу равномерных норм функции Бесселя и пресменных функций Лежандра. Значит, эти оценки, если оценивать равномерные нормы функции Бесселя на полу бесконечной прямой, то это получается вот такая вот степенная оценка, ну, в минус одной третьей. Ее совершенно недостаточно для того, чтобы получить равномерную исходимость даже простых рядов, возникающих в этой задаче, на всей полупрямой. Здесь влияет еще возрастание равномерной нормы повседневных функций. И в совокупности равномерную исходимость классических рядов, с которых начинается исследование этой задачи, на всей полупрямой получить не удается. В то же время, глядя на интегральное представление функции Бесселя, а также на имеющуюся оценку для присоединенных функций Лежандра, удается доказать равномерную исходимость указанных рядов на любом компактном множестве. Но не на всей плоскости, не на всем пространстве. Этот вопрос о сходимости те классические книги считали очевидным, ну, которые я просмотрел, и нигде предметно не обсуждали, поскольку считали его слишком простым и слишком очевидным. Чтобы получить равномерную исходимость на произвольном компактном множестве, нужно отъесть интегральную составляющую функции Бесселя, она же ограничена, получится нечто вроде экспоненциальной оценки. Но как только мы начинаем дифференцировать ряды, например, для плоской волны, у нас возникают присоединенные функции Лежандра номер один, и нужно еще привлекать не только классические, но и современные сведения о специальных функциях. Так, значит, это выводы. Значит, мы освещали две проблемы, вычислительные и теоретическую. Показали некоторые промежуточные результаты по этому поводу. Есть основные источники. Я могу прокомментировать эти источники, но большинство из них всем известно. Кроме статей Локко, статьи Афанасьева, статьи Холшебникова. Спасибо за внимание. Какие у кого вопросы? Спасибо. Господа товарищи, уважаемые участники семинара, у кого есть общие и конкретные вопросы и замечания? Так, Михаил Митович, по-моему, показать. Если позволите, я хотел сказать некое количество слов по поводу этого доклада, тем более, что я был заявлен среди участников и действительно принимал прямое отношение к этому докладу. Я хочу сказать несколько слов о том, как я вижу цели вот этой работы. Изначально я воспринимал ситуацию так. Мне интересно, как устроено геометрически электромагнитное поле в окрестности фокуса. Из задач классических, которые решены, задача дифракции на шаре, мне казалась наиболее классической и наиболее хорошо исследована. Поэтому мысль была такая. Давайте возьмем вот эту самую простую классическую задачу. Если будет все совсем хорошо, возьмем линзу Ленинбурга классическую и посмотрим, как же устроено поле в окрестности фокуса. Вот Саверий как раз показал то самое интересное место. И поймем, что же тут за особенность на самом деле есть. Тем более, что вроде как и не совсем это должна быть особенность с точки зрения волновой оптики. Прошу прощения, одно замечание. Дмитрий Сергеевич, перестань ведущим. Я должен скачать. Спасибо. Да, хорошо. И, соответственно, просто посмотреть. Я искренне считал, что нужно взять ряды, которые выписаны, например, в статье Лока, доказать аккуратно их сходимость, просто открывшую книжку Уитикера и Ватсона. Или просто Ватсона. И, соответственно, все у нас сразу получится. Собственно, эта задача была предложена Ксаверию. Я знал, что Ксаверий большой любитель таких классических исследований. Вот такая классическая задача. К сожалению, оказалось, что доказать сходимость этих рядов, и тем более аккуратно доказать, что их можно спокойно дифференцировать, то есть еще там и с производными ряд получить, и тоже доказать его сходимость, ну, мягко говоря, не получает. Ву! Поэтому, ну вот вы услышали те слова, какие услышали, увидели разного рода замечания. На данном этапе, я надеюсь, что мы можем подойти к этому вопросу с другой стороны. Ксаверий, предусмотрительно, не стал об этом рассказывать, ну, поскольку это дело еще не доделано. Мы вспомнили про работу Делицына, в которой доказывал существование решения даже в более общей постановке. Ну, это электромагнитная задача, дифракции на сфере, с произвольным заполнением, не обязательно даже от Эрзавище, может быть, как-то сложнее. И мы думаем, что мы можем пойти таким путем, взять из этой статьи существование решения, доказать классичность решения, а потом применять теорему Стеклова в разложении по ортогональным полиномам патента. Ну, и таким образом давать не прямое доказательство, а вот такое вот через теорему Стеклова. С точки зрения практики это не очень хорошо, потому что мы надеялись, что у нас будет оценка для ошибки, а теорема Стеклова нам дает только, ну, утверждение о том, что ряды действительно сходятся и равномерно по Т. Но, видимо, сделать сильно лучший результат здесь достаточно сложно, потому что, судя по всему, равномерной исходимости по Т и по Р во всем пространстве здесь просто нет. Вот, это первое замечание, которое хочется сделать. И второй момент, поскольку меня интересует вопрос о связи вот того, что здесь происходит в геометрической оптике, нас, конечно, интересует большое К. Надо заметить, что сам МИ в своей работе рассматривал случай, когда КА малой специально говорил, что он вообще-то рассматривает маленькие сферки. У него там была, кажется, коллоидная какая-то взвесь, в которой, значит, вот были маленького радиуса сферки. Я подозревал, что будут большие проблемы с численным суммированием рядов, какие здесь возникают, но, честно говоря, когда я увидел 10 в 21 степени, я расстроился. Ряды, в которые входят такие члены, ну, если мы действительно хотим их суммировать и суммировать всерьез, значит, действительно придется брать много знаков после запятой, гораздо больше, чем здесь есть. И мне кажется, вопрос, который задал Александр Кучев, очень и очень уместен здесь. И вот предыдущая картинка, которая только что тут мелькнула, с драным графиком одной из функций, а вот эта вот, ну, нечто похожее, наверное, каждый из нас получал, когда суммировал ряд для синуса или ряд для функции Бесселя. Просто потому, что там разрядности не хватает с определенного момента. Видимо, что это такое мы вляпываемся и здесь. Вот. Это заставляет думать, что решение, так сказать, достижение той цели, о которой я сказал, сопряжено с целым рядом таких проблем, находящихся на стыке компьютерной алгебры и численного анализа. Мне кажется, что эти проблемы очень интересные и красивые. Вот такой у меня будет комментарий к выступлению. Спасибо большое. Спасибо, Михаил Дмитриевич. Если можно, я здесь скажу свои соображения. Я не только убежден, я точно знаю, что эта задача имеет прикладной интерес, но я бы здесь добавил один нюанс, на который Михаил Дмитриевич меня акцентировал. Если мы возьмем классическую линзу Люненберга, то фокус попадает на границу, то есть в точку разрыва характеристик. Было бы предпочтительнее поймать другое распределение, когда фокус находится в точке, где все характеристики непрерывны и производные тоже. Я думаю, там будет что-то получше, хотя бы с точки зрения вот таких всяких поведения коэффициентов. А, прошу прощения, можно ответить? Да. Когда мы сдвигаем фокус линзы Люненберга, мы вносим некоторые параметры в ετ, но формула для ετ принципиально не меняется. Это такой же простейший поленой второй степени. И строение решения остается таким же, как у нас получилось. То есть мы придем к тем же самым формулам, которые тут написаны, просто попортятся, изменятся буквы А маленькая, Б маленькая, А большой, Б большой. То есть можно безболезненно сдвинуть фокус с точки разрыва. Можно. Спасибо, спасибо. Более того, ну это ладно. Я позволю себе еще добавить такое интересное наблюдение, которое сделал Ксаверий. Вот если формулы для ε изменить сильнее, написать там не квадратичное выражение, а что-нибудь более хитрое, то найти решение вот в известных спецфункциях, как правило, не получается. То есть вот случай Люненберга, он вот в этом плане удивительный и замечательный. Мне кажется, это стоит подчеркнуть. Я, честно говоря, думал, что тут будет много разного рода симпатичных интегрируемых случаев, но оказалось, что это совсем не так. За счет наличия второго уравнения, где ε на t в знаменателе. Первое уравнение, когда μ равно константа, это уравнение Шреддингера радиальное, где ε на t играет роль потенциала. Оно подробно изучено физиками. Физики знают много случаев, когда оно в каких-то разных специальных функциях интегрируется. Но это только половина задачи. То есть к задаче рассеяния свободной частицы в полном смысле этого слова электромагнитная задача не сводится из-за наличия второго уравнения. Второе уравнение решается тяжело и трудно. И даже если мы в ε на t добавим хотя бы одно линейное слагаемое, уже ничего решить будет нельзя. Вот такие дела. Спасибо. Кто еще хочет сказать какую-то гадость? Все молчат. Либо где-то отсутствуют, либо в принципе удовлетворены. Я хотел только спросить, почему Люнибург, а не Люнибург? А, не почему. Абсолютно. Случайно. Германофильские настроения. Действительно, когда ищешь информацию про Люнибурга, ты утрачиваешь целый пласт работ, в которых его называют Люниберга. И наоборот. Как ты так привык? Случайно, абсолютно. Обязательно. Ну, этот самый серьезный вопрос, видимо, завершает обсуждение. Тогда я скажу, что мне очень понравился и доклад, и те исследования, которые проведены. И, наверное, они будут продолжены. Я не совсем хорошо понял в конце доклада, в какую сторону будут продолжены исследования. Нельзя же считать их 200? Нет, нельзя, конечно. В какую сторону? Понятно или нет еще? Я надеюсь, что мы добьем эту задачу с точки зрения функционального анализа и отвлечемся от конкретных спецфункций. Ага. Понял. Понял. Спасибо. То есть, задача не физическая, а математическая становится. Как и на теории струнга. Задачи бывают полезны для последующего решения физики. Хотя, для полноты исследования важно понять математическую основу этой задачи. Естественно, нам нужно довести наши результаты до числа и в этом направлении мы пойдем, естественно. Но, чтобы доводить что-либо до числа, нужно понимать, имеет ли оно вообще смысл. А может быть? Задачи, решения нет. Пока этот факт никем не доказан. Это правда. Проблема не просто сложная. Проблема, не решенная пока. Не разрешенная даже. Спасибо. Большое спасибо. Наш первый семинар прошел, на мой взгляд, достаточно. Спасибо, что вы слышали. Через неделю у нас будет много. Спасибо за вас. Тоже интересно. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Сейчас мы все будем отличаться. Окройть. Окройть, закрыть, закрыть, закрыть. Дмитрий Сергеевич.